Приветствую вас! Давайте мы с вами, собственно говоря, будем разбираться с тем, что вы написали. Для начала, что у вас в отношении к своему возрасту? То есть, как вы относитесь к возрасту? Что для вас в отношении 27 лет? Первое, что вы написали, то это вам 27. Давайте определимся тогда, что для вас это значит. Я встречалась с парнем забеременела. Знаете, я, конечно, не знаю, но... Люди встречаются обычно на каком-то фундаменте, на какой-то основе. У вас должна быть какая-то основа. У вас должна была быть какая-то основа для отношений, ну, для ваших встреч. Вот. То есть, это общие интересы, это взгляды, это какие-то цели. Да? Вот. А что было у вас? Ну вот, конкретно. Что было у вас? Конкретно и по факту. Вот. А что было у вас? Это очень важно. Очень важно понять, что вас связывало. Дальше вы пишите, я забеременела. Поясните. Забеременели вы специально или случайно? Если забеременели специально, то, ну, как бы... Проблема тогда не совсем ясна, да? То есть, если забеременели специально, забеременели, потому что хотели забеременеть, да, хотели ребёнка. Тут, правда, вопрос появляется только для чего, да? Зачем вам ребёнок? Ну, немножко другая всё вроде. Ну, вот. То есть, если вы беременели специально, то, соответственно, как вы себе это представляли и... Как у вас здесь проявляется ответственность, да? За то, что вы, вот, ну, теперь мама. Да? Или хотели быть мамой. Или хотели стать мамой. Вот. С другой стороны, это как-то не вяжется с тем, что вы чувствуете себя виноваты, что у ребёнка не будет полноценной семьи. У неё не могло быть полноценной семьи. Потому что вы с мужчиной встречались, вы не создали семью, вы уже забеременели. То есть, я опять же не знаю, на что вы рассчитывали, да? Я не знаю, чего вы ожидали. Вот. Я не знаю, чего вы ожидали. Но, мне кажется, что здесь, опять же, вы не берёте, как бы, ответственность за свои действия. Вы не берёте ответственность за свои поступки, вы не прогнозируете такое впечатление, да? Что будет дальше? Вот. Ну. С вами. Вот. То есть, вы как будто, вот, знаете, ну, как будто бы, знаете, встали сюда какого-то. Вот. Такое у меня впечатление сложилось. По крайней мере. Дальше. Мы расстались. Из-за чего? Из-за того, что вы забеременели, или из-за чего-то другого? Он сразу сказал, что не хочет детей, и попросил сделать работу. Хорошо. Как вы к этому отнеслись? Типа, у нас всё будет хорошо, но ребёнок не нужен. Как у вас всё может быть хорошо, если вы расстались? Если вы расстались, значит, уже не всё хорошо. Значит, уже проблема. Дальше. Младше меня на 5 лет, но поначалу я об этом не знал. А какое это имеет значение? Я отказала, сказала, разжива сама справлюсь. Ничего не требую. Всё, всё это ваше право. Потом начали скандалы и разругались в буквы прах. Опять же. По поводу чего начались скандалы? Понимаете ли вы свою ответственность о скандалах? То есть скандалах не бывает, если хотя бы один человек не скандалит. В данном случае я обращаюсь к вам. Я обращаюсь к вам. Почему начались скандалы? Из-за чего вы скандалили? Ведь, ну, совершенно очевидно, да, что не участвовав вы в скандалах, да, то ничего бы не было. Здесь напрашивается вопрос. Вы расстались. Вы сказали, что вырастите ребёнка сама, да, что справитесь сама. Из-за чего скандалить, если вы уже, по идее, расстались тогда, на тот момент? Из-за чего скандалить? Не ясно. Ну, вот, мне из-за того, что я вижу, да, текст, если вот не гадать, а просто вот, ну, как бы, да, не заниматься предположениями. Нет. Из-за чего? Какая причина? Как это у вас, значит, ну, как это у вас соотносится? То есть, как вы соотносите вот то, что вы расстались, то, что вы сказали человеку, что справитесь с ребёнком сами, и далее вы ссоритесь или ругаетесь в двух брак, причём говорите, это мы. То есть, у вас нет, я, например, с ним ссорюсь из-за чего-то. Это именно мы. У вас позиция мы. То есть, как бы, вы, конечно, извините, да, но причём здесь мы? Ссоритесь-то вы. Так что, тут вопрос к вам. Опять, да. Из-за чего ссора, из-за чего ругает. Вот. Какая в этом ваша ответственность? Повторюсь, ваша ответственность. Неответственность мужчины, который свою позицию чётко обозначил. Он сказал, что я не хочу ребёнка. У него чётко есть позиция. К этой позиции можно относиться как угодно, да, можно относиться плохо, можно считать, что он не прав, можно считать, что аборт это ужасный и так далее, можно. Но это чёткая позиция его. А у вас чёткая позиция есть? Мне почему-то показалось, мне почему-то показалось, исходя из того, что вы, значит, расстались. Опять же, непонятно, чья здесь была воля расстаться. Вот. Исходя из того, что вы расстались, исходя из того, что вы сказали, что справитесь с ребёнком сами, исходя из того, что после вы ругаетесь, у вас чёткой позиции жизненной нет. А что есть? Есть желание, потребности и страхи, с которыми вы не в лобах. Возможно, низкий эмоциональный интеллект, не знаю. Но всё это, если есть, всё это нужно исследовать и корректировать. Так, значит, я одна воспитываю дочку, сейчас ей полгода. Ну, чтож. Это нормально, нет? То есть вы сказали, что справитесь сама, значит, вы это, отправляйтесь сама. Разве нет? Когда случайно сталкиваюсь с бывшим, негатив не несу, не ругаюсь, не упрекаю. А вы считаете, это должно быть по-другому? Предлагало встретиться, познакомиться. Зачем? 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 Зачем вы предлагали встретиться, познакомиться ему с ребёнком, если он чётко обозначил, значит, свою позицию? Для чего вы это сделали? Он сказал, да-да, и не против встречи. А должен просить встречи? Жанна? Он должен просить встречи, если он изначально сказал, что он не хочет ребёнка? Не кажется ли вам, что вы для себя просите этих встреч? Это вам нужно. Ведь у него ещё раз есть позиция. Чёткая позиция. Он не может, не мог вам это сказать. Но он и не хочет. Если бы хотел встречи, он бы не отказался от ребёнка. Разве нет? За всё время лишь однажды попросил о помощи, чтобы привозь лекарства. Он передал через кого-то и отказался от денег, но с дочерью видеться не хочет. Жанна, а должен видеться с дочерью? Почему у вас вот это вот, что он не хочет видеться, что не против встречи, но он же сказал, что дочь ему не нужна? Вы ему сказали, что вы будете воспитывать дочь одна. Так почему же вы считаете, что он должен хотеть с ней встречаться и должен хотеть с ней знакомиться? При этом смотрятся социальные страницы. Ещё раз. Жанна, вам нужно определить своё желание. Вот подумайте сейчас над тем, что я говорю. Да? Вам нужно посмотреть на свои желания. Чего вы хотите? В голову я понимаю, что он не нужен. Нам, раз мы не нужны ему, но часто очень скучаю. Так. Я понимаю, что он не нужен нам, раз мы не нужны ему. Это в корне неверная позиция. Он не нужен вам, потому что вы не нужны ему. Он не нужен вам, потому что он не подходит. Даже если бы вы ему были нужны, это не сделало бы его нужным вам. Потому что это ненадёжный человек. У вас же позиция такая, что если мы ему нужны, то и он нам нужен. Это не работает так. Тем более, что вы сами эту позицию не соблюдаете. То есть, видите, у вас здесь, как бы, такие рационализации. Это рационализирование. То есть, считая, что вы, считая, что он не нужен вам, потому что вы не нужны ему. Вы отрицаете этот факт, что вы по нему скучаете. И хотя об этом говорите, отрицая этот факт, что вы скучаете, вы не принимаете его во внимание, не ориентируетесь на него, на этот факт, что вы скучаете, потому что скука, это, соответственно, попредництво удовлетворить самостоятельно. И в итоге происходит такой замкнутый круг. Другому мужчину рядом представлять противно. Вот прям противно. Опять же, опять же, я не очень понимаю, в каком качестве был отец с ребёнком. То есть, что у вас была большая любовь, ну, вы не написали, вы не надеялись, ни разу не пишите, что вы любите его. А что вы были не близки, ну, тоже не похоже. Вот. То, что мужчина ненадёжный, это очевидно. То есть, вам противно, именно противно, это тоже не совсем позиция такая вот, ну, как бы адекватно, да? То есть, вы можете сказать просто, что я не хочу увидеть никого больше, например. Это понятно, что я не хочу никого видеть больше. А вот, когда вы говорите, что вам противно, это эмоция. То есть, скорее всего, вы хотите видеть другого мужчину, но запрещаете себе. Либо это запрет на счастье вообще, либо это нежелание отказаться от идеи, допустим, от идеи, ну, семьи. А семьи вам нужна для чего-то. Либо для, либо в качестве средства от одиночества, либо в качестве средства для гармонии, либо в качестве реализации своих желаний, своих, ну, своих потребностей, да, своих желаний. Либо для безопасности, защищенности вашей, вот, либо для того, чтобы кому-то что-то доказать. Вот, ну, например, той же, той же вашей семье, да, доказать, что вы достойный, что вы достойный, что вы значимый, что вы ценный, ну и так далее. Ну, ладно, опять. То есть, тут вот такая история. То есть, противным другой мужчина может быть только в том случае, если это инверсированное желание. Ну, то есть, ваше желание, оно под запретом. Вот. То есть, соответственно, нужно выяснить, с чего вы хотите, нужно выяснить, откуда появился запрет, и его снять. Запрет, скорее всего, появился в детстве. Так, а как научиться жить дальше и перестать мечтать о том, что мы будем жить одной семьей? Ну, во-первых, понять, что значит для вас человек и почему вы хотите быть с ним. Во-вторых, понять, что значит для вас семья и для чего вы ее хотите. Выделить эти желания и самостоятельно их реализовывать. Как именно? Тут нужно, конечно, разбирать более подробно, все зависит от ваших ценностей, от ваших индивидуальных особенностей, от ваших способностей. Я могу сказать, в общем, только что, вот, личностный рост, да, развитие, постановку себе новых целей, занятия собственным делом, жизнь для себя, вот это вот это все. В последнее время он стал очень часто сниться мне, как он отвергает меня, или отталкивает, или пытается дружиться с моим окружением, но при этом вытесняет себя. Ну, здесь мне представляется так, что, с одной стороны, вам ченится, безусловно, то, что вы хотите, с другой стороны, это ваше представление о себе. То есть, что, с одной стороны, вы недостойны быть на первом месте, быть единственной, а с другой стороны, вы, возможно, и хотите, чтобы к вам так относились. То есть, это такое вот проявление мазохизма. Вот. Дальше, после этих кнопок, я сама не своя грустю, слишком много думаю, о чем, из-за чего грустить, и пытаюсь искать, скажите, смысл в чем, хотя понимаю, что это мой страх быть отвергнутый. А почему? Вот откуда берется страх быть отвергнутый? Из-за одиночества. Из-за одиночества, и из-за неуверенности в себе. Вот. И из-за недолюбленности. То есть, вы, это вот, ребенок, да, которого недолюбили в детстве. И вы пытаетесь таким вот способом, да, любым способом, даже негативным, получить к себе внимание. Вот. Возможно, именно поэтому вы человека оттолкнули от себя. Потому что, ему не нравилось, как вы себя ставите, как вы себя позиционируете, его это не устраивало. А дальше, да, то есть, если вы пытались в нем, как бы, расториться, что обычно делают люди, которые нуждаются в любви, то он видел вас самого себя. Это было неприятно. Ну, и, санности вам своей, то есть, не хватает. То есть, санность, это здесь, вот, проявление, именно, своего чего-то, индивидуального, да, проявление своей инициативы. Ну, причем, инициативы, связанные не с собой, да, а с другим человеком. А, так, значит, эм, так, он не поддержал самую трудную минуту. А должен был, в случае вам того, что вы сказали, что сама родитель. То есть, тут, опять же, противоречиво. От меня почти все отвернулись. Ну, так, если все отвернулись, значит, они не были вам никогда родными. Значит, вы неверно выбираете себе окружение. Значит, это окружение вас не ценит. Значит, вы либо не раскрываетесь перед ним сами, либо выбираете заведомо не то окружение, которое оценит вас. Вот. Корректировать, ну, опять же, непонятно, как вы выстраиваете отношения, да, как вы выстраиваете общение, как вы позиционируете себя, представляете себя, презентуете себя. Вот. И какие у вас цели общения. Так, бабочка, значит, называет, м-м-м, сестра, м-м-м, вот. Ну, то есть, семья у вас, как бы, такая вот, очень, видимо, условно, условно дает любовь. Вот, видимо, после чего много контроля, много подавления, много правил, и в итоге вы эти правила вот нарушили, и в итоге оказались, и все, что вы делаете, по сути, это вот, как правило, слишком много правил. Некая такая, знаете, незрелость, вследствие того, что человек привыкли жить по правилам. Вот, любой человек, который живет в строгой семье, это, по сути, как бы, не приспособленный к жизни человек, не приспособленный самостоятельно решать, самостоятельно принимать решения человек. Вот, поэтому, опять же, здесь нужно, с одной стороны, вспоминать свои чувства вам, да, с другой стороны, вспоминать свои чувства, когда вы решили жить по правилам, вот, с другой стороны, корректировать свое представление о себе. Вот, то есть, у бабочки и у сестры были какие-то ожидания относительно вас, с чего, почему, но, очевидно, что для вас это важно. Вот, только мама, только мама поддерживает. Ну, опять же, да, вот, у меня такое ощущение, да, что вы тяготеете к людям, которые вас поддерживают. Вот, вы поймите, что люди вас поддерживают, да, недовольны. Поддерживать хорошо, но недовольны, это не их обязанность поддерживать вас. Это не обязанность мамы поддерживать вас, вот. А мне кажется, кажется, что я виноват в том, что не будет баб. Ну, отчасти да. Отчасти да. Отчасти так. Только как это связано с тем, что вы сказали, что родители сами справитесь? Вот, как это связано? Как это связано с тем, что вы отказались аборт делать? Что вы хотели? В таком случае. То есть, в чем смысл вины? Вот, вы себя вините, что у него не будет папы, да. Вы за это ответственны, безусловно. Но, где здесь связь? То есть, получается, что вы специально все сделали, чтобы себя обвинить. Да, получается? Получается, вы специально шли по этому пути для того, чтобы себя обвинить. Цель была обвинить себя, какая я плохая. Это такой способ получать любовь. То есть, вам проще сделать плохо, чтобы вас не одобряли, чтобы кто-то один человек, например, вас жалел и поддерживал, и вы будете чувствовать себя, ну вот, такой жертвой. Тут, безусловно, влияет, я так полагаю, позиция бабочки. То есть, бабочка у вас такая, видимо, строгая, видимо, более яркая фигура, чем мама. Вот, и вы ориентируетесь на бабочку. То есть, бабочка у вас такой строгий родитель. Вот, а отца, отца вообще нет. Если нет отца, значит, нет модели поведения с мужчинами. Если нет модели поведения с мужчинами, значит, и женской модели поведения, скорее всего, нет. А все это проблемы в отношениях. Да? Вот. Так что, здесь вот разберитесь, чего вы изначально хотели, что вы вообще-то сделали. Что вы вообще сделали. Кстати, по поводу того, чтобы у нее был папа, да, надо сказать так, что вы действительно считаете, что папа, который не хочет знать ребенка, ну, вообще, может что-то хорошее от ребенка. Принести. Это первое. И второе. Если не хотите сделать все, что вы можете, то отсидите его отца алименты. Вы имеете на это право, будет у нее папа. В голове бардак. Ну, это, опять же, по сути признание своей собственной беспомощности, да. Вот. Это хорошо. Прогрессируйте, но потом начинайте отслеживать все-таки свои мысли, да, свои цели, свои желания, свои чувства. И как бы это все предварять жизнь. Поддержку вам просто здесь не поможет. Так. Ну, не искать работу, для чего? Няни, для чего? Садик, для чего? Зачем ребенка детство отнимать, хотите? Все, садиком. Хотите, чтобы у нее было детство, побольше не отдавайте садик. Ага, так, сбережение окончается быстрее, чем я полагал. Да, вот опять, да, опять не приспособлено, да, то есть быстрее, чем я полагал, да, то есть вот это вот. И забеременели вы также, ожидая чего-то другого, да, и расстались, наверное, ожидая, что он вернется. И сказали вы, что он сам исправится, ожидая, что он, ну, что-то сделает. Тут у вас постоянно завышенные ожидания. Но вы не выражаете эти ожидания. Вы ничего не делаете, чтобы они стали реальностью. Вы не выражаете их правильно. Почему? Запрет? Страх? Так. Дальше, дальше. Значит, то лекарство, дочка, крупный ребенок, вещи приходится часто покупать. Наверное, она еще и больная, да, вот. На старую работу не могу выйти, там, график чудовищный. Некогда будет заниматься ребенком. Так, а, няню вот, так-так, хотите нанять. А, как? Ну, видите, порядок в голове, а уже мигрени начались. Ну, так, работник, вот, хотя бы над всем тем, что я сказал, нужно работать. Эээ, работа, да, действительно, работа и разложение все по полочкам. Я вот вам немножко по полочкам разложил, но сколько еще нужно так сделать? Ну. Эээ, так что сами вы навести порядок в голове своей не сможете. Ага, так. Пытаюсь вести населиться, чтобы прибить позитивный вечером сто пятьсот мыслей и страх. Значит, ну, по поводу страхов, это все те же ваши желания, вероятные, которые вы подавляете по себе, которые не привыкли выращать. Ага, по поводу того, что вы день-пять-день пытаетесь ощутить вас селиться, очень плохая идея, потому что ребенок чувствует фальш. Вот, если вы хотите, чтобы у вас отношения с дочерью были искренние, то вы прекращаете. Прекращайте так себя вести, вот, если хотите грустить, грустите, ничего страшного, вот, разговаривайте с дочерью, ага, объясняйте ей, что вам грустно, то есть так и говорите, что маме грустно. Вот, когда маме грустно, она, соответственно, там, плачет или что-то еще. Вот, мама все равно тебя очень любит, например, ну, что-то такое. То есть не надо, не надо веселиться, быть позитивным. Это очень тяжело, вредно и никакого эффекта для вас и для ребенка не дает. Ребенка это учит, это учит жить во лжи. Вот. Ну, это просто, чтобы вы понимали. Вот, и вам будет легче. Вот так вот. То есть я бы рекомендовал, конечно, если вы хотите воспитать счастливого ребенка и быть счастливыми сами, да, то, что сейчас потратить какую-то сумму, да, на психолога, вот, на консультации. Вот, в принципе, можно и Блицкриг, но лучше, конечно, все-таки не пропасть индивидуально, а регулярно. Эээ, каждую неделю, максимум два раза в неделю, в неделю. Вот, и, и работать, разбирать. Вот, родительский сценарий проработать. Женскую модель поведения проработать. Эээ, с чувствами проработать. Вот. Ну, эмоциональный интеллект повысить. Вот. Личными границами и ответственностью проработать. Эээ, страхи ваши раскрыть, чтобы вы увидели, что за ними что есть. Ну, то есть вот такую вот работу провести. Обращайтесь. Эээ, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.